Как на Кафу? Бразильская академия до 20 лет. Именно там начинал свою карьеру легендарный бразильец Роналду. А удалось мне выйти на эту команду благодаря Российской академии Крузера, которая находится в Москве. Я также съездил к ней, посмотрел, как в Манеже дети тренируются. Поэтому, если у вас есть желание узнать чуть поподробнее об этой команде, вся информация будет в описании под этим видео. Ну а мне было интересно понять, как же выглядит бразильская именно академия. И, честно говоря, меня немного удивило, что сама база была построена больше 40 лет назад. С того времени она совсем не реконструировалась. И это немного отличается от современных академий Краснодара, Динамо, Спартака, Зенита, ЦСКА и других топовых российских команд. Первое, куда я там отправился, это была, конечно же, столовая. Мне было интересно понять, чем питаются бразильцы. И система там довольно-таки интересная. Они могут брать абсолютно неограниченное количество еды, будь то 10 раз. Главное, чтобы ты все это смог скушать. Но сама еда довольно-таки простая. В основе лежит рис. Также там довольно-таки большое количество овощей. Иногда бывают фрукты в качестве десерта. И курица, либо рыба, либо мясо. Довольно-таки простой рацион. Но, опять же, удивило абсолютно неограниченное количество возможностей подходить, брать эти тарелочки. Дети там живут в основном по 6 человек в комнате. Условия достаточно спартанские. Из развлечений там был второй PlayStation. И то не в каждой комнате. Телевизор и вентилятор. В Россию поедем? В Хим. Но, честно говоря, мне было интереснее посмотреть, как в сравнении выглядят эти бразильцы. Особенно в плане ударов. Тем более, что там было два представителя сборной Бразилии. Один из которых был вратарь Марселу. И эти ребята уже в своем возрасте довольно-таки высоко котируются в Бразилии. Им по 16 лет. Почему бы не сразиться? Почему бы не сразиться в ударах? Что, собственно говоря, мы и сделали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Футбольная академия это интересно, но, конечно же, интереснее самому поиграть в футбол. И, благо, такая возможность у меня тоже уже появилась. Более того, она появилась в официальном матче. Да, ребят, честно, я всю жизнь хотел стать футболистом. Мне очень повезло, что в Москве у меня есть знакомый, который имеет огромный авторитет в Бразилии. И благодаря нему мне удалось попасть на матч сразу же команды, как он мне сказал, 2-3 дивизиона Бразилии. Я очень-очень удивился, когда увидел то поле, на котором будет происходить тот матч, в котором мне удалось принять участие. Продолжение следует... Уровень местного чемпионата практически сродни уровню РПЛ были местные арбитры. Первые пару минут у меня было волнение. Тяжело было в плане темпа, потому что очень сильно прессинговали соперники. И после пары-тройки точных передач, конечно, почувствовалась эта уверенность. Практически забили гол со стандарта, что мне очень хотелось сделать. Но не получилось. Не получилось. Зато получилось выиграть, ребята. И это был колоссальный, конечно же, опыт. Сразу принять участие в победной игре, официальной чемпионате Бразилии. По правде говоря, я так и не узнал, что это был за дивизион. Но мне сразу предложили контракт. И я понял, что да, эти ребята это профессионалы. К сожалению, не в денежном эквиваленте, а в пивном. Но это хоть что-то. Это лучше, чем ничего. Потому что некоторым вообще ничего не платят. А мне хоть, ну, как бы вот так вот. Я единственное, решил не соглашаться сразу. Потому что подумал, что нужно посоветоваться с вами. И напишите, было бы вам интересно следить в дальнейшем за судьбой этой команды. Ну, а после этой игры мне уже хотелось побывать в рамке зрителя на каком-то матче. И опять же, появилась такая возможность. Я побывал на финале Кубка Альберто Дорос. Это аналог Лиги Чемпионов. Что-то про игру рассказывать, я думаю, нет смысла. Вы можете посмотреть обзор. Выиграл Palmeiras, бразильский клуб. Играл он против другого бразильского клуба Фламенко. Но вы же знаете, что самое интересное в футболе происходит после матча. И мне удалось оказаться на поле после финального свистка. Вы знаете, снимать с трибуны довольно-таки скучно. Поэтому я решил подойти чуть поближе к полю, чтобы приблизиться максимально близко к игрокам, посмотреть, как они празднуют. Оп! Эй, кубари! Супер, 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 супер! Супер, супер! Спасибо! Рива! Рива! Он красавец, а? Да я не знаю, может, это главный тренер, честно говоря. Кстати, на этом стадионе был первый самый чемпионат мира. И это довольно-таки историческое место, поэтому вдвойне приятно здесь оказаться. В стране, потому что бесплатный гетарейт еще достал. Что самое прикольное, удалось достать кусочек сетки. Представляете, это настоящая сетка, которая была на матче. Игроки забирают ее домой. И также я ее увезу в Россию. Наверное, буду единственным обладателем сетки с матча финала Libertadores. Ребята, образовательный контент на стадионе Сентенарио подъехал. Общаемся с новым собеседником. Футбол уже закончен. А ну-ка. Сан-Хавир. Ага. Локалия Ургуай. Ну. Матрешечки. Опа! Плаца принципа. Опа! 106 лет в колонии. Да вы что? Это браска. Браска. Браска, браска. 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 Опа! Очень вкусная. Очень вкусная. С новым товарищем. Мы куда-то отправляемся. Я, честно, не знаю, куда мы идем. Я хотел в другое место, но зовет товарищ, поэтому что же. Как мы откажем? опа заводит меня ребята здесь я не был честно говоря ухты вот это профессура подъехала ребята понимаете где я сейчас иду здесь во время чемпионата мира 1 1930 года шли игроки мужик величайший мужик я вот не знаю как его нашел просто сидел и бесплатно гитары и тут мой товарищ уже можно сказать практический друг ведет меня я еще не знаю куда но мне уже нравится с ним идти так вот а а Честно говоря, мне сложно представить, что где-нибудь я окажусь в таком месте на финале Лиги Чемпионов или Лиги Европы. Здесь Уругвай. Хотел сказать Бразилия, здесь Уругвай, но ребята здесь гораздо более открыты. Ребят, как и говорил ранее, буду очень признателен за ваши комментарии, за ваше мнение, что интереснее вам было бы увидеть уже в следующем году. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Для кого уже Новый Год прошел, ребят, надеюсь, 2022 будет для вас максимально продуктивным. А бригаду тому жунту, а ты логу, чао-чао.